Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. Сегодня мы открываем вот эту посылку, в которой находятся некоторые аксессуары для смартфона Samsung S24 Ultra. Я думаю, вы знаете, если не первый раз смотрите мой канал, знаете или слышали, что я себе взял как основной смартфон, или планирую оставить его как основной смартфон Samsung S24 Ultra. И так как я планирую его оставить как основной смартфон, мне нужны какие-нибудь аксессуары на этот смартфон, ну и средства защиты. Защищаться чем я буду? Буду защищаться чехлом и защитным стеклом. Сейчас мы посмотрим больше на чехол, а в следующих видеороликах мы посмотрим еще и на стекло. Хотя давайте открыть, я бы просто посмотрим, что это за стекло заказывал. Смотрите, заказывал одни из самых дешевых защитных стекол и одни из самых дешевых защитных чехлов. Но при этом смотрел, чтобы были еще неплохие. В итоге по защитным стеклам, что это инструменты для установки. Защитные стекла, кстати, покупал два в одном. Да, вот здесь есть. Это наклеечки на камеру. То есть защита сразу и на дисплей, и на камеру будет. Если нужно. А если не нужно, то не будет. И здесь защитные стекла. Кстати, комплекты можно выбирать разные. Можно выбирать то, что без выреза по центру. Можно выбирать с защитным стеклом на фронтальную часть на дисплей. Можно выбирать защитное стекло и на камеры. И можно выбирать разные количества. Стекло, в принципе, не знаю, выглядит обычно. Ничего сверхъестественного. Ровное. Все полностью покрытое пленкой. И клеится по всей поверхности. Как будет выглядеть на смартфоне? Ну, примерно вот так вот. Идет до скруглений. Ложится вроде бы так вот. Если посмотреть, присмотреться неплохо. Но напомню, что давайте вот покажу. Если в смартфоне есть антибликовое покрытие, посмотрите, как оно сейчас смотрится. И как оно будет смотреться, если мы установим защитное стекло. Соответственно, что антибликового покрытия не будет. Но это, конечно, минус. Но для меня больше важна сохранность самого смартфона. Потому что мне больше приятно смотреть на дисплей, который будет целый и не зацарапанный. Да, возможно, его не так просто зацарапать. Но я думаю, это возможно. Ладно. Теперь возвращаемся к чехлу. Во-первых, у меня есть чехол с S23 Ultra. И он практически подходит. Минимальное там расхождение есть. Но его даже можно использовать. Но я все-таки решил купить на S24 Ultra. Вот так вот. Есть разные расцветки. Этот чехол... Что это за чехол? Это, знаете, по типу как жидкий силикон. По ощущениям он soft-touch. По цвету вы выбираете, что хотите. Отдельные вырезы под камеру. И внутри вот такая вот типа как бархатная подложка. И плюс ко всему здесь есть, настолько я понимаю, магнит. Так как в смартфоне Samsung S24 Ultra есть беспроводная зарядка. Но не установили магниты по типу MagSafe. Там новые, да, есть возможность устанавливать. Уже на Android вышло. А сюда не установили в смартфон. А в чехле он будет. Соответственно, что можно использовать как дополнительный аксессуар. И это радует. По поводу самого чехла. Смотрите, бортики жестковаты, но не очень. И спинка жестковата, но опять-таки не очень. Есть более жесткие чехлы. Вот такой вот плана, который я использую. Это реально что-то из защищенные чехлы. Здесь и рамка такая вот жесткая, и спинка. Ну, а этот аккуратный, красивый. Вот так вот выглядит смартфон. Вот так вот выглядит смартфон в чехле. Посмотрите, все аккуратно, отлично. Если посмотреть на камеры, то мы видим, что здесь каких-то там полмиллиметра запас есть. То есть без проблем можно класть смартфон камерами вниз. Да, лежит на чехле. Если, ну, совсем, знаете, минимально, но есть. Это, в принципе, хорошо. Дальше буду смотреть еще, какие чехлы есть. И, возможно, покупать отдельно. И если смотреть на дисплей, то нижняя часть бортика, верхняя часть бортика выступают достаточно-таки сильно. Это видно заметно. А боковые рамки, ну, они практически не выступают. Вот так вот, если посмотреть, минимальный выступ присутствует, но если посмотреть вот так вот, выступ присутствует побольше. Соответственно, что? В основном смартфон будет лежать, если экрана вниз, то на нижней и верхней рамке. Они будут защищать больше. Если мы сюда установим защитное стекло, то нижняя и верхняя рамка по-прежнему остаются выше, чем дисплей в смартфоне. А вот как раз со щитным стеклом боковые рамки будут вровень. И, соответственно, возможно, даже будет достаточно удобно и комфортно использовать смартфон. Если говорить по поводу кнопок нажатия... Я не знаю, слышно вам или нет. Нажатие четкое. Вопросов нет. Если говорить по поводу громкости... Нажатие четкое, без вопросов. Отлично. Щелчок также слышен. Такое впечатление, как будто бы кнопки без чехла. Доступ к зарядному устройству присутствует. Динамик открыт. Стилус достать можно. Легко, без проблем. В принципе, все самое основное здесь есть и присутствует. И мне нравится то, что в руке он ощущается приятно. Но, что вы можете видеть, на таких чехлах очень неплохо остаются отпечатки пальцев. Благо, такой чехол стоит просто существующие копейки. Там порядка двух долларов. И их можно покупать в больших количествах. В руке лежит хорошо, приятно. Мне нравится. И в чехле, конечно же, грани еще будут более скругленные. И более комфортно будет использовать смартфон в таком вот чехле. То есть, здесь все отлично, все хорошо. Мне нравится. Единственное, что осталось проверить еще так, это зарядное устройство. Есть ли здесь в действительности магниты. Будет ли примагничиваться, работать и заряжаться смартфон, когда установим на зарядное устройство. Есть у меня вот такая вот классная магнитная зарядка, которая изначально была сделана для айфонов. Здесь магнит MagSafe, а здесь просто беспроводная зарядка. Соответственно, здесь можно заряжать смартфон, здесь можно заряжать наушники. Давайте посмотрим, будет ли примагничиваться. Отлично примагничивается. Отлично заряжается. Это хорошо. И также показывает, что да, это, возможно, не супербыстрая зарядка будет. Ну, в принципе, сам смартфон и не поддерживает каких-то супербыстрых стандартов зарядки. Плюс такого чехла и такого зарядного устройства, что вы можете устанавливать смартфон в таком положении. И он, как вы видите, даже с учетом того, что я поднимаю зарядное устройство, он держится просто отлично. И вы можете устанавливать в таком вот положении. Да, зарядка работает. Можете поворачивать вот так вот, как вам удобно. То есть использовать вплоть до того, что как подставку данное зарядное устройство. Это хорошо. И также можете наклонять. Вот это можете устанавливать таким вот образом. И наклонять, использовать таким вот образом. Что я считаю очень-очень даже классно и удобно. Ну, в принципе, зачет данному чехлу, зачет как минимум. Из-за того, что, во-первых, ценник у него просто смешной. А во-вторых, функционал у него точно так же работает и выполняется, можно сказать так. И это как минимум зачет. То есть китайцы сделали так, что, можно сказать, доработали данный смартфон. Если Samsung не установили магниты, то китайцы нашли просто простой дешевый способ установить сюда магниты в чехле. Вот как-то так. По данному видеоролику у меня, в принципе, все. Все ссылки на вот этот вот чехол я оставлю в описании под этим видео. И также оставлю ссылки на вот эти вот защитные стекла. Все это копеечные защитные стекла стоят примерно 1 доллар за штучку. А защитный чехол стоит где-то 2 доллара за штуку. И вы можете купить разных цветов, разных расцветок и будете использовать. А зарядное устройство, у меня обзор на него есть. Неплохое, даже отличное зарядное устройство. Если не забуду, оставлю ссылку. Если забуду и не оставлю ссылку, напишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.